ГТР Всем привет! Это ГТР Тот самый, который я решил оставить И он немножечко пропал Примерно с весны, а если быть точнее С апреля 2024 года За это время он успел Сломаться, починиться Стать намного мощнее Загореться Снова сломаться Снова починиться И еще было очень много-много проблем Знали бы вы, как оно Сейчас поехало И вообще, друзья, готовьтесь, совсем скоро Вы увидите огромную историю Что же происходило с ГТРом Все эти месяцы и куда он пропал Но сегодня речь не о нем А что это такое? Что это за пиксели? Что это номера-то замазаны? В общем, друзья, помимо всего этого я еще и Купил новые номера на ГТР Поэтому ждите серию про ГТР Там будет очень много всего интересного Но, как я уже сказал, сегодня речь о другом Дело в том, что я решил вернуться на двухколесную технику Как старые добрые времена Как 10 лет назад, когда я снимал мотопокатушки С которых, в принципе, у меня начался путь на Ютубе И знаете, был судьбоносный знак Потому что недавно мы были на контейнерах у Жекича И мне выпал мотоцикл Yamaha R6 Но я решил удивить не только вас, но и себя Я решил купить самый мощный мотоцикл Поэтому мы отправляемся в Москву На самом деле тут на поде уже стоит один из тех, которые я присматриваю Ладно, друзья, в общем, встречайся Мой выбор пал на Triumph Rocket 3 Но, подожди, их два Есть R и есть GT Вот сейчас будем выбирать Вот это стоит GT Самый крупноклубаторный серийный силовой агрегат в мире Отличается рекордным значением крутящего момента И наверняка кто-то, кто плюс-минус разбирается в мотоциклах Скажет, Саня, почему ты, например, не рассматривал Ducati Diavelle? У нас как раз есть редкий случай Он тут стоит рядом с GT-версией Я считаю, что, да, он мне тоже нравился Но это было году, наверное, в 2018-19 И он сейчас стал каким-то попсовым Типа, это как вот M5 F90 Конечно, тоже, безусловно, дорогая техника Мощная, интересная Но вот как будто он прям везде И хотелось вот такой мотоцикл Вот с изюминкой Раз уж я решился на такую масштабную покупку И, тем более, друзья, именно у Triumph Самый большой крутящий момент Из серийно выпускаемых мотоциклов Вот этот GT, это типа версия круизерская, скажем так Ну, типа Гран-Туризма Вот там стоит, короче, реально жир Rocket 3R Вот больше я к нему склоняюсь Новый Rocket 3R Отличается фантастическими тяговыми характеристиками Двигатель объемом 2500 кубических сантиметров В общем, это намного красивее выглядит, да? Да Тот какой-то такой Ну, типа Понятно Короче, это еще и лимитка Здесь Типа Chrome Edition Заключается суть только в том, что половина бака хромирована Самый эффективный мотоцикл с места по старту У нас есть ребята, кто ездит на Street Fighter V4 SP2 Это самый дорогой заряженный мочек на карбоновых колесах 200, там, 12 кобыл у него в стоке И у нас клиент не может Рокета догнать с места Старт с места стафора Он его не может догнать Да, после ста он уходит Но до ста Ну, а эти всякие там антивилли, все Или он как? Вся самая современная электрика Здесь в нем все есть Учитываются угловые наклоны Трекшн работает во всех режимах Но ему это не очень нужно Потому что по его массе и длине Ему сложно задрать морду То есть он в целом сам не норовит, да, как бы встать? Можно встать при желании и скилла Но вот так задрать его просто так очень сложно Поэтому при активном открытии газа Вместо того, чтобы как на Спартаках на Панигале встать на заднее колесо Он будет ехать Если Панигале будет себе душить, чтобы не задрать лишний раз Этот будет ехать Ему не нужно себя душить Он своей массой себе прижимает Плюс еще широченное заднее колесо Он на кардане нажал и поехал Просто альтернатив ему нет Вот внешне это офигенно Я не знаю, конечно, как я сейчас на него смотрю Надеюсь, он нормальный, да? короче различие того от этого это вот ветровик руль он получается вот выше а форма такая же у него эта секция получается увеличенная из-за этого меньше нужно прикладываться более прямая спина на больших дальних путешествиях это комфортнее меньше прижимаешься версия гран туризма чтобы чтобы да как бы круизе где-то ну не знаю мне вот это вот немножко далека история как будто то есть вот так а вот опять же вот здесь ножки вытянуты то есть вот тут у водителя как как правильно это объяснить я даже не знаю короче вот нога под таким углом на эрке она как бы вот здесь тоже да там и стрелок да это наш соседи это граф но то они исторические дилеры триумфа вот мастера величайших пудру все могут сделать но мы тоже продаем как раз черненькие джетти и еще там у них какие-то супер уже новые 24 года матовый вот этот топовые триумфы только у нас дорого прогуляемся еще до ребят там оказывается вот типа официалы еще остались ну типа официалы триумф вот там у них есть вот последний просто их покажем там новые цвета появились и на них есть гарантия но по сути как бы да тут ломаться то нечему но экономия все равно там тот будет стоить еще типа там на 600 на 700 тысяч дороже так можно бесконечно купил самый дорогой сапу мощный мотоцикл и ужас конечно я вникаю в жизни подумал что такую дорогую игрушку захочу себе купить я сижу на нем он прямо аж это даешь типа вот подо мной в два с половиной литра прикинь на боте два с половиной литра но еще и звук чтобы не досаждать людям а как он может звучать с выхлопной системы зарп я сейчас покажу на примере дьявола дукатя ну да давай послушаем но это прям уже до беспредел такой насчет курсу решила определиться но точно не обычный у тут жить как бр я брать интереса прогулялся просто смотрел боты 24 а дальше произошло то чего я не мог ожидать мы пришли к официальному дилеру триумф я увидел в живую рестайлинговую лимитированную версию rocket 3 storm 2024 года и влюбился и я понял что если я задумал такую покупку то нужно раскошелиться на самую новую и самую красивую уникальную версию рокета по счастливой случайности рестайлинговая версия rocket 3r шторм оказалась в наличии в питере мы отправились домой в питер и как только прибыли я побежал в мотосалон и оплатил его и вот настал день x мы забираем мой новый мотоцикл здрасте мы сразу мы сразу с камерами мой получается уже все оплачено осталось только забирать давай да вот так все красивенько ребята одну секундочку у меня есть для вас одно важное сообщение я думаю что вы тоже слышали в последнее время новости о том что youtube замедляют и возможно в ближайшее время нас ждет блокировка я не хотел бы терять с вами связь я хочу вам напомнить что 24 на 7 мы с вами на связи можем быть в моем телеграм-канале именно туда я выкладываю фото видео эксклюзивы и делюсь с вами различными событиями которые происходят моей жизни и конечно же очень часто устраиваю различные розыгрыши так вот прямо сейчас в честь такой покупки я решил и вас немножечко побаловать 100000 рублей уже лежит в моем телеграм-канале для вас а все что вам нужно сделать это перейти в мой телеграм-канал по qr-коду на экране либо по ссылочке в описании подписаться и посмотреть закрепленный пост короче потратив буквально 5 секунд вы можете побороться за неплохой денежный приз всем желаю удачи до встречи в моей телеге но теперь самый главный момент этого видоса блин он очень красивый очень красивый именно эрка все равно мне больше нравится чем джетти даже именно версии шторм вообще получается она единственная эрка именно шторм который привезли или все-таки успели еще привезти успели пару штучек да ну же тихо такая красивая одна когда покупаешь мотоцикл за такие деньги это как будто ты покупаешь машину лет миллионов за 20 мне кажется все равно даже больше да если даже не за 30 потому что как бы одно дело мотоцикл это там то что ты эксплуатируешь там 3-4 месяца в год другое дело автомобиль он темно-синий да с чёрным видишь ну вот новые у них именно краски а там мастер каждый раз разные что ли опах это как амг моторы до собирают ну такой автограф конечно скромненький оставил ну спасибо спасибо на скромный мастер до оказался мотоцикл уже на учете спасибо ребятам все сразу организовали под ключ чтобы я приехал и поехал как говорится но с экипировкой надо разобраться то что дело не шуточное у меня как бы там десятилетние эти черепахи надо обновить что-нибудь стильненькое сейчас подберем а еще такой вот конечно если это если документы на мотоцикл это отмечать уже можно конечно это можно строганов ресторан 10 тысяч рублей на сертификат в мотошколу на полноценные занятия можно на своем мотоцикле раскататься это вот можно научить и второй ключ красивый когда автомобиль начнем со шлемов специалист по экипировке она сейчас поможет не пролезают как место мало не проблемно на самом деле он прям плотную может побольше а как маленьким маленький ну да ну щеки отъел а дохудеть вот это мой размерчик вот это да и вот эти прикольно да крепление дырявая голову завинтить хочется и смотрите прямо но уже украшку да она любит лить а клеить ну клеить и опа площадочка есть единственное понятно что волосы мы потом как бы спрячем просто смотрю как это я хочу перчатки что-то красивые перчатки нормальные какие-то главное желтые именно вот эти вот беру не гляньте что беру вот этот шлем брать ну надо же что это фирма на 56 года существует все пилоты ferrari ездят были поэтому топово интересно его как автомобиль не можно использовать можно как автомобильный шлем ну вот нам 3 это как раз нам быкова ехать скоро хочется чего-то по стилевая потому что мотик стилёвый хочется как бы мото куртку взять по хорошему и мото штаны вот потому что у меня штанов никогда не было у меня вот был весь всегда экип у меня вот вверх защищен ноги у меня тоже будто будут и хорошие а вот наколенники такие зачисто на самокате кататься такие просто вот накладки вот так вот так ну хребет появился пощупать видно ее как-то вот так долго за компьютером сидел не но это точно отбрать да там рокер рождается потихонечку выбрали шлем мы выбрали крутую косуху сейчас надо выбрать до конца летний какой-то вариантик либо оставить просто вариант что я на футболку надеваю этот самый черепаху старую но это самое безопасное ну вот посмотрим до современные все таки технологии тоже поменялись это я где-то там 2013 2011 посмотрим штаны какие-то или хотя бы защиту для ног посмотрим обувь и перчатки и перчатки короче давайте друзья понимаешь вы хотите уже увидеть выезд сейчас давайте короче смотрите будет образ саши будет образ мой проголосуйте в комментариях у кого короче давайте да вот мы сейчас вот так вот это да и вот что мы выбрать короче вот такой образ мы подобрали шлем курточка косуха плюс еще легкая куртка которая сейчас думал поеду это на вечерок штаны джинсы с защитой вот эти боты которые тоже защиты само собой не просто красивую и воля тоже двое штанов взяли вот эти артем сказал что нету не очень лара крофт реально вот другие как бы такие типа а-ля леггинсы куртка мне также все защиты да здесь тоже спина защищена эти перчатки тоже они смотрите прям жестко защиты идут я взял темно-коричневые потому что первых только такие есть данный момент вот они с этим статчем можно телефоном пользоваться но и защита само собой они статчем да и у меня же ботинки темно темно-коричневые в целом это чуть-чуть кричит ну нормально сейчас самое главное начинается первый выезд сейчас в общем-то рассчитаемся за экипировку что-то еще нас было по-моему через пару дней мы же не сказали короче здесь в этом мотоцикле есть все мы еще пробежимся более подробно я расскажу вам про него естественно но триумф очень хитрый завода не ставят квикшифтер а я считаю что это необходимая вещь и мы уже его заказали и через неделю буквально поставим квикшифтера там делов 40 минут где-то людям объясни что это такое а это возможность переключать отщелкивать передачи без сцепления то есть как бы а-ля типа секвенталка будет это действительно полезно удобно и тоже влияет там на ту же динамику по сути сцепление останется нужно только для того чтобы трогаться ну словно то есть она дальше там отщелкивать можно просто так по лапке вверх-вниз и все поэтому квикшифтер это необходимая вещь так ну что момент есть и подарок еще спасибо за подарок подарок вот такой вот говорите нет таких дальше когда мы нажимаем один раз видите он горит красным это такая дополнительная система безопасности сейчас мотоцикл неактивно он не работает ключ нельзя считать если мы разожмем на несколько секунд он загорается зеленым зажигание включает блин такая коробочка знаешь непривычно что у меня все-таки мотоцикл но у меня там был современный относительно к вас джиксер но все равно тут прям чувствуется что он вот эта лапка на такая прям там то есть это не на минске когда сдаешь когда ты промахиваешься ищешь этот просто все четенько все вот даже вот по первым каким-то я как будто больше тебя рады я я пока не понимаю что происходит как он смотрится как он выглядит я так безумно за тебя рады мне прямо что вот я так и вот так и дайте обниму все так рады за тебя главное теперь аккуратно я рада что ты взял новый такой именно вообще супер даже лучше чем хотел да я даже не предполагал что уже так получится так теперь все грейпируемся гримируемся и первые метры вот в этом пока будем кататься еще дед мне делал чтобы было слышно спасибо вот это чтобы это отдельно понимаешь по старинке но мы сейчас все будем по-новому конечно просто сейчас хочется вот дать такую прошу чтобы все мы снимали поэтому придется с этим колхозом покататься зато легендарный шлем но это второй кстати еще есть старый старый вообще которым все начиналось вот друзья расскажу вам сегодня историю сейчас давайте первое впечатление сначала потом где-нибудь остановимся хоть вам вообще расскажу потому что много новых зрителей которые вообще даже не понимают что я мотоциклист со стажем большим все вам поведаю какие у меня были мотоциклы и вообще как начался мой путь на ютубе как раз таки за счет мотоцикла едем показывать сразу деду он слышал от меня то что я планирую купить мотоцикл но он даже не представляет на что я решился для начала хочется продемонстрировать эту технику тому человеку который привил любовь к двух к двум колесам и к четырем колесам самого детства у меня конечно же это мой любимый дедушка я думал будет шоке так ну чё сейчас это просто два с половиной литра куда нахрен я вообще не представляю додометре один километр я оставил старую приборку тут можно ставить разные первые первые шаги 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 офигеть вот это я не ездил то есть вы понимаете что я купил вслепую можно сказать так во первых надо как бы да у меня открытие мото сезона друзья сразу на двух с половиной с половиной литрах мы тут немножечко поэкспериментируем сейчас микрофоном я надеюсь все слышно ой-ой-ой-ой какая тяга я боюсь представить просто это моё вообще это боюсь я залечу я не понимаю вот такой масл просто байк это реально это просто блять холкет виде мотоцикла гелендваген виде мотоцикл и цикла я хер знает с чем еще можно сравнить такая дура огромная и как он выглядит сейчас я просто боюсь даже представить ух ты блять как он тянет подожди я пока просто в охренеть третья передача 40 километров в час просто ебать он просто едет он просто я понял тебя но это это просто у него просто сразу это режим роут обычный дорожный режим он просто здесь нереальный момент его не нужно раскручивать вот я еду две тысячи оборотов он просто поехал на третий просто вот так опа блять и пошел тормоза вполне так вот по первым впечатлениям ебать у него тяга ебанутая это просто дичь какой звук бархатистый у меня нереальная тяга я просто боюсь представить когда я придрочусь как он будет стартовать спорте с места вот этот есть крутящий момент эффективный разгон это просто нереально блять он так нахуй подрывает он просто убегать он выпрыгивает из-под меня он выпрыгивает эти отмечают надо цепляться в него блять он просто идет сразу передача очень длинная кстати первая передача это у нас 40 километров в час 2000 оборотов пиздец мог ли я представить 2013 году когда я придумал эти мото покатушки записывать впервые вообще вот появившись на русском ютубе что пройдет нам 10 с лишним лет я куплюсь себе блять самый мощный мотоцикл я не понимаю я просто я нажимаю чуть-чуть он из-под меня выпрыгивает он просто ебанутый ну то есть там грузящий момент бешеный а но он кстати жестковатый да но он такой прям огромный то есть он под меня но если кто-то поменьше я думаю сложно будет хотя посадка как бы ну низкая но просто он увесистый очень увесистый блин я вообще не верю ну мне как бы в принципе все привычно то есть вот сейчас по первым эмоциям все понятно просто ебанутая техника но все прогнозируемо все понятно ноги с непривычки уже охуели немножко но посадка мне заебись я думаю жить и не так по мне радовал хотя хер знает я вот вспоминаю как я по этой улице савушки накатался там же ней там на лифа не на кого саки на своем я не мог подумать что вот так вот просто это совершенно другой мир то есть это ну я не знаю это как со старенькой какой-нибудь тойота королла 88 года пересесть блять на я даже не знаю не хочется конечно роуз-ройсом сравнивать это это другое но что-то вот подобное я даже не знаю ну типа на халкет вот пересесть реально но теперь давайте устроим немножечко так скажем минутка истории а потому что наверняка многие мои зрители они как правило увлекаются там больше автомобилями нежели мотоциклами поэтому хотелось бы внести ясность что такое триумф или как если бы вы были в англии я бы спросил вот здесь вот здесь триумф друзья на самом деле это старейшая и довольно известная компания которая существовала еще зародилась в конце 19 века там 1885 что ли год и они производили автомобили да есть автомобили марки триумф если вдруг кто не знал сейчас конечно они не производятся но тем не менее такая история была потом параллельно они начали выпускать велосипеды и также выпускать мотоциклы то есть там в начале двадцатого века там 1905 1910 и далее годы выпускались интересные мотоциклы велосипеды от компании триумф как вы поняли триумф это у нас британская марка то есть из великобритании видите у меня мотоцикл праворульный кстати было прикольно кстати прикинь если бы на британских или там японских было бы наоборот дать коробка справа ну нет конечно мотоцикле нет таких различий как на автомобилях в общем это старейшая марка она всегда производила интересные мотоциклы ну конечно там где-то в 1960-х годах появились крупные японские бренды которые все сместили просто всю европу сша отодвинули ну и как вы понимаете имею виду suzuki kawasaki honda и так далее и пошла волна хайпа на японские мотики но триумф боролся выпускал что-то интересненько старался чем-то удивлять и действительно у них большой ряд мотоциклов даже на сегодняшний день существует мы составим некоторые там примеры и они все прикольно выглядят они все уникальные все чем-то цепляют а самое главное что компания triumph которая выпускала автомобили то есть именно вот это подразделение оно ушло под крыло как вы думаете кого я честно сейчас не буду выпендриваться я немножко решил подготовиться к этому всему и немножко офигел друзья все-таки все-таки никуда я не делся триумф принадлежит концерну bmw так что по факту я думаю что можно считать что это там как бы бы но это как знаете типа мини же тоже до британская марка который принадлежит концерну bmw можно в неком плане сравнить triumph с мини но это мне кажется сравнение не очень хорошая потому что тогда уж проще взять логичнее взять rose-royce потому что триумф выпуская такие мотоциклы она ну реально эта компания взлетела такой люкс сегмент и больше ассоциация там с какими-то вот премиум люксовыми какими-то марками британскими как rose-royce bentley астон-мартин например и кстати друзья у меня есть для вас небольшая новость мы все-таки затронем немножечко автомобильную тему в этом ролике никуда конечно же от меня интересные машины надеваются и я честно даже подумываю может быть нам возродить в погоне зачем-то потому что помните как мы на протяжении нескольких лет копили на хелкет и вот хочется как будто новую цель какую-то поставить и я сейчас параллельно ищу всякие машины по низу рынка ну что опять же тогда вернуться в эту перепродажу и нам недавно предложили очень люксовый редкий спортивный британский автомобиль по очень сладкой цене ниже рынка там на несколько миллионов я сейчас в раздумьях стоит ли брать эту машину может как для старта нового проекта либо может быть просто сделать здесь что-то интересное но так как друзья у нас все-таки сегодня мотоциклетная тематика давайте для тех но мне реально важно ваше мнение прямо сейчас вы знаете что можете сделать берете в руку телефон о кстати пойдем у нас как раз тоже бмв стоит на фоне берете в руку телефон после этого друзья инструкция максимально проста есть такая замечательная приложуха бесплатная которой я пользуюсь на самом деле каждый день потому что с помощью нее можно пробить автомобиль по госномеру и это приложение называется номерограмм берете в руку телефон заходите в любой store и вводите проверка авто и скачиваете номерограмм далее вбивайте в поисковике интересующий нас номер вот как пример наша троечка техничка видите сколько мошек съела по трассе туда-сюда обратно наяривает о 373 х у 198 и самое интересное что тут даже нахожу фотографии своих машин которые просто вот кто-то там где-то сфоткал и все это в номерограмме отображается я даже лишний раз могу свои машины фотографии все есть в номерограмме и вот пожалуйста бэха троечка тут кадры из видосов есть мои какие-то фотографии но теперь друзья перейдем к самому интересному вот прямо сейчас вы видите на экране номер n794 в х 193 регион скачивайте номерограмм сбиваете этот номер и смотрите на ту машину которую мне предложили вот просто мне нужно ваше мнение стоит ли в это лезть потому что марка очень необычная машина сама по себе очень необычная но попробовать такую я очень сильно бы хотел как вы понимаете видите у нас все-таки британская история и вот британский автомобиль может появиться одновременно и с него может быть опять же какой-то старт проект поэтому друзья ссылочку на номерограмм оставляю закрепленном комментарии там же опять же номер заходите вбиваете и свое мнение напишите в комментариях буду вам очень благодарен ну а мы учим дальше я очень переживал что тормозов будет мало но я конечно пока еще как бы толком не оттормаживался как он я не понимаю вот это невозможно за его просто чуть-чуть это конечно не ощущается но вот я просто чуть стец он просто он подпрыгивает блять ну ребят на это не это шедевр это просто произведение искусство однозначно однозначно это крайне необычный мотоцикл со своим характером с большой историей конечно же триумф я предвкушение что же что же скажет дед вообще узнает какой-то новый я думаю сейчас просто шоке будет просто 5 1 комментарий интересную сразу а я вам не говорил да нет не говорил слушай впечатляет впечатляет как все сделано ой-ой-ой-ой-ой как быстрее ну мощнее не существует завода уже смысла наверное ну жива тяга часто на любой передачи упрыгивает из-под тебя дизайн то вообще такой ультрасовременный ну да у них прошлая модель вот кстати выглядит вот так она прям чоппер мне не нравится а тут они сделали такой мусул бак мускул байк я сначала хотел такой с пробегом там ужасные варианты не смотрели там с японии их таскают утопленные какие-то ну там прям вот никак с машинами все сложнее потом я начал смотреть уже новый в итоге у них вы хотел новый еще предыдущий а потом вышел этот шторм как бы его завезли сейчас вот это один из первых приучил 7 лет на скутере потом вот потом я получается что был ну несколько скутеров потом лифан он и так зимой по по льду по снегу есть вот там уставил я я вдруг упадет а там же у него скутера пластмассовые колеса нифига ездил разворачивался дурный опороса я был мне было 7 или 8 7 на нет дед подарил ямаха джок я даже зимой ездил я в принципе зимой учился на нем есть это фантастика я тоже еду как будто какой-то косполет то что для меня это дизайн вообще мы просто тут уже понимаешь многие вещи не просто там как технологически сделаны да вот просто как бы надо туда и надо да они еще это обрамлены и убраны в это самые к этими разными кожушками закрыты все все это гармонирует цвета серый стальной хромированный ну никогда вот эта расцветка еще интересная тут новая пиш матовая синяя с черным может подрасывается объем-то большой у него такой это передающая его мощность звук ну он да звучит приятно тихо конечно звук приятного твоя оценка какая отлично фантастический космолет но мы поедем сейчас какую-то локацию красивую станем я вам расскажу всю 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 историю которыми связано с мотоциклами здрасте альфа рядом конечно нет да так я это ввысь не растут поэтому шире пошел если ничего не говоря узнают человечка просто вот это реально случайно встречи вообще случайно встреч как-то это знаешь вот для того чтобы ролик точно был ностальгическим у нас все еще и плечевые фигуры появляются с того времени как мы с вовы ездили на кроссовом мотоцикле куда-то там он на своей альфе за мной таскался все это я думаю многие подумали вот реально случайно встретились столица ну нет мы с ним виделись года три назад два это кто нахуй кто это как ребят с вашего позволения пока я не дошел до парикмахерской пока у меня двух с половиной отрощенные волосы я сегодня побуду тем самым волосатым толстым мужиком неряхливым на мотоцикле который видите добрался до байка поэтому пока волосы есть давайте хоть единожды по присутствую в таком образе своеобразном плюс 32 в кожанке конечно мягко говоря жарковато ну что давайте погружаться в историю расскажу вам что же до этого мотоцикла у меня было потому что я говорю не все же знают всю эту историю как вообще все началось началось все в начале нулевых когда мне было шесть лет мы уже с дедом вспоминали он мне подарил скутер ямаха джок я научился на нем ездить зимой и после этого естественно летом катался и вот как-то вот привелась сначала эта любовь на самом деле мотоцикл да параллельно я любил машины увлекался автомобилями любил игры связанные с тачками естественно все это было но также в моей жизни всегда была двухколесная техника поэтому с раннего возраста я умел ездить на мопедах потом у меня мне дед подарил китайский мопед венто назывался он там сделал музыку еще что-то там стробоскопы в общем я был такой первый парень на районе это уже наверно класс 3 у меня был я в школу ходил примерно так и после этого я конечно загорелся идеей купить когда-то чтобы у меня был мотоцикл но еще мечтал очень сильно о макси скутере мне казалось что когда у тебя есть скутер большой там какой-нибудь 650 кубовый suzuki skywave я до сих пор помню даже как мониторил всякие площадки искал их стоило все это очень дорого и потом не когда исполнил 16 лет и конечно сдал на типы на категорию а сейчас по-моему это уже невозможно сделать то есть сейчас там делится по кубатуре раньше можно было просто получить категория ездить сразу хоть на литре но мозги у меня были также и не было денег для того чтобы купить что-то быстрое поэтому мой путь начался именно на мотоцикле с лифан lf 200 200 кубовый эндуро у меня был я из него выжимал все соки катались мы тоже там и женю кто-то может быть помнит у которой был ирбис ттр 125 такой типа а-ля питбайк и потом сложились так звезды что концу 2012 года это был октябрь как сейчас помню выскочил в продаже старейший 88 года kawasaki gpc 900r кстати мотоцикл очень реально редкий даже в неком сообществе он ценится еще он известен по фильму top gun на нем там том круз ездил честно я не смотрел этот фильм но я знаю просто этот факт и вот я купил этот мотоцикл и понял что там его нужно было доделывать спасибо большое деду который вложил тоже туда немало своих сил мы там что-то отреставрировали покрасили диски он такой на нарядный был и вот сезон 2013 года апрель холодрыга на дворе еще не до конца собранный мотоцикл и я деду говорю блин мне хотелось бы ездить на мотике как-то комментировать все это что вы понимали да существовали тогда gopro камеры которые можно было куда-то повесить но никто не снимал на youtube как бы как он катается на мотике и что-то комментирует то есть все началось грубо говоря именно с моих видосов вот никто тогда и вы можете вот открыть на и попробуйте найти видос где едет чувак и ну катается мотоцикле и комментирует все происходящее вот как бы от первого лица и мне пришла это в голову идея это было вот ну реально возникшие в моей голове идея не на западе нигде это не увидел игру дед помоги мне пожалуйста потому что невозможно не существует микрофона давай сделаем так что как-то в шлеме у меня будет микрофон идет у меня мастер на все руки он взял какой-то старый микрофон какую-то гарнитуру разобрал ее подсоединил все короче мне сделал в шлеме у меня был микрофон конечно ужасно он был качество то что был самый дешевый микрофон но тем не менее я снял свои какие-то первые покатушки чувствую что ветер уже дует внутрь ничего с ней не поделать я так и предполагал принципе и вот этот тот самый сезон тот самый год 2013 когда я каждый практически день теплый выезжал на своем кавасаки колесил по питеру происходили какие-то ситуации мы с другом женей тоже много многие может быть его помнят выезжали он на своей тот момент уже купил кавасаки этот самый кроссовый 450 и мы ездили по городу колесили ну конечно там и не без предела не без беспредела обходилась там ну молодые ребята и все это снимали комментировали моментами я там скажем так для красного словца что-то мог спиздануть ну и в общем все это начало разлетаться на тот момент это никто не снимал людям было интересно и я до сих пор сам могу вот так вот вечерком открыть баночку безалкогольного пива и включить свои старые покатушки что просто поностальгировать по тем временам потому по той атмосфере конечно помню то время беззаботное юношество мне 17 лет я катаюсь на мотоцикле днями ночами пропадаю мне все звонят родители где ты там живой-неживой все в порядке слава богу без происшествия вот так пошло-поехало и действительно мой канал мой первый до основной там канал булкин он приобрел известность как раз таки за счет мото покатушек в том числе не только за счет игровых видосов конечно потом уже появилось много блогеров которые начали снимать тоже покатушки так скажем на мотике но вот все началось тогда когда еще этого никто не делал поэтому возможно кто-то сейчас тоже немножечко поностальгировал кто-то узнал об этом впервые мотик это то что у меня было всегда в сердце в крови в душе и после этого да я как бы под накопил денежку в восемнадцатом году купил себе джиксер литровый 2007 года очень выгодно его купил там был очень маленький пробег вообще смешной типа там 6000 километров и тогда как то у меня все так уже времени мало на покатушке что-то как-то уже знаете там ну вот вот как-то повзрослел мне казалось что я какой-то новый этап преодолел жизни мне не хватало времени и какой-то интерес действительно пропал потому что приоритете уже были автомобили появлялись интересные автомобили про которые хотелось снимать и в общем я очень мало катался и спустя там по несколько лет продал мотоцикл очень дешево очень жалею потому что можно было просто оставить это целка джиксер литровый его дал за какие-то копейки и вот спустя время еще в прошлом году я вновь задумался о том что надо возвращаться надо возвращаться и вернулся получается конечно хочу оставить этот мотоцикл надолго потому что смысл его продавать я купил новый мотик который возможно на самом деле в наших реалиях еще и будет как-то может быть дорожать но это не знаю я конечно может быть нет но в любом случае это че и лимитка пробег здесь в любом случае будет минимальный уход за мотоциклом будет тоже так скажем максимальный и надо его еще оклеить пленку бронированным фкс поедем обязательно защитим пизда жарко если честно и может уже волосы ну-ка давай давай сейчас завяжут ну-ка пусть напишут пока я волосатый как лучшие итоги я решил подстричься поэтому возможно возможно вы меня вообще в крайний раз увели с распущенными волосами сейчас поделаю фоточки сейчас поделаю фоточки моднявые пока волосы в таком количестве есть видите с марта 21 года вообще не ходил прям очень не ровнял ни один волосок не подстригал эксперимент такой вот решил провести такой вот немножко в лесничего превратился так что ребят возвращаем мы мото покатушки единственный вопрос вот мой мой как вообще вот смотр покатушками они там был где всегда были или мы будем типа на драйве пробовать это все ну можно попробовать ты на драйве в любом случае друзья вот вы сейчас видели этот формат мы еще видите добавили еще одну камеру такого не было раньше технологии понимаете еще и на меня смотрят камеры еще можно крутить вокруг ее поэтому будем ждать ваших комментариев хотели ли бы вы видеть вот такие сюжеты потому что я планирую в этом сезоне как бы кататься мне прямо сейчас очень большое удовольствие принесло новый совершенно аппарат для меня который хочется изучать тестировать и я думаю что до холодов я бы хотел так периодически пару раз недельку хотя бы выезжать получать наслаждение попутно вешать камеру что-то снимать потому что на самом деле когда ты едешь на мотоцикле всегда какая-то херня происходит вот всегда какая-то херня происходит вот это сколько мне частей покатушек выходил всегда чего-нибудь блять происходит смешное эпичное не знаю вот всегда какое происшествие какие-то мы там снимали то есть всегда что-то происходит поэтому буду вешать камеру копить материал а дальше вы его думаю где-то все равно посмотрите увидите и те кто смотрел по катушке 11 лет назад по ностальгирует в общем то как то так ребят конечно я безусловно предвкушаю ваши переживания что мотоцикл это опасно и зачем ты вообще купил катался бы на своих машинах но ребят давайте откровенно что мотоцикл что быстрой машины это все риски в любом случае и я поверьте отдаю себе отчет но также конечно понимаю что не все зависит от меня да и вообще я уже знаете постарел и не гоняют так как раньше зато могу вечерком зайти на gta 5 rp и там погонять вдовы и приглашаю вас поиграть вместе со мной на крупнейшем проекте в сфере roleplay под названием gta 5 rp за практически пять лет существования проекта разработчики открыли 19 серверов я же предпочел играть на сервере дель пьера куда и вас приглашаю уже десятки тысяч игроков сделали свой выбор зачем играть в gta 5 который уже всем надоело если можно это делать в онлайне строить свою карьеру кататься на крутых тачках выбирать себе профессию по душе и круто проводить время с друзьями устраивая различные заезды по ночному лос-сантосу все необходимые ссылочки оставлю в описании присоединяйся прямо сегодня и будем играть вместе а также не забывай вводить промокод булкин для того чтобы получить бонусы на старте до встречи в игре ну что ребят прошла неделя неделя как у меня уже этот мотоцикл я думаю самое время поделиться впечатлениями проехал я чуть больше 200 километров и есть что уже рассказать именно не первые впечатления так скажем долл вот но поле глобальные первые впечатления назовем их так начну с жесткости этот мотоцикл жесткий многие плане динамики это как бы мы уже все поняли дальше он ебашит по лютому а именно плане подвески блять он пробивает прям но вроде как задний амортик регулируется надо просто там это самое подлезть посмотреть я думаю можно чуть-чуть его подрегулировать и будет лучше потому что блять каждая даже небольшая ямка это прям по спине удар я думаю тогда не должно быть я на самом деле до сих пор еще не верю кстати вот про междуряди хочется отдельно поговорить сейчас у меня тут есть один пример отсняты когда я вам как раз про это рассказывал этот мотоцикл не позволяет короче ездить в междуряди потому что руль широкий и ну мягко говоря дискомфортно я шире чем чем многие мотики но вот смотрите вот-вот вот видите я прямо сейчас выглядит тупо но вот то есть вот как бы все нормально не переживайте я просто показываю ребят тетя испугалась короче я выгляжу этим дурачком блять если пытаюсь так пролезть не в целом в целом если конечно как бы очень сильно хочется если так аккуратненько да и вот так вот как бы вот так вот тем более здесь вот как бы широко здесь нормалек здесь можно пролезть здесь можно пролезть и у вас стаба стаба сработала нихуя себе прикинь чего подожди а ну покажи еще раз там вот этот трекшн а я почувствовал меня жопу повело прикинь на разметке нихуя аппарат что творит бля короче это дьявол ребят это дьявол значит давайте поминут по минусам дальше пройдемся жесткость но я думаю опять же это все мы урегулируем все это мы эти моментики как бы можно исправить я думаю будет нормально второй момент я был крайне удивлен когда выехал на трассу где-то за скоростью 130 км в час и знаете что я ощутил я ощутил себя геликом блять ветер прям ну создает дискомфорт то есть на дальники я по на нем не ездил наверное как раз таки версия жить и у которой там я была сидел вот так вот получается и был бы ветровичок но наверное чуть получше бы эту ситуацию как бы как-то как-то было бы получше здесь ну типа реально блять больше 130 и все я все в себя вот так вот просто я такая стена на которой едет просто на поток воздуха еще один минус меня блять не слышно мне кажется что меня не слышно на фоне опять же других каких-то мотоциклов с точки зрения безопасности я бы блять сделал выхлоп хочу чтобы меня слышали водители окружающие у нас люди не смотрят по зеркалам как правило тем более как бы до мотоцикл это все-таки более такая маневренная техника и ты как бы тут вот вот часа секунду там назад был сзади него теперь я слева я перестроился как бы вроде все четко но он мог этого не увидеть и пиздец вот сожалению такое бывает очень много случаев и я хочу чтобы меня слышали водители поэтому вот такие друзья три минуса жесткость не совсем комфортно большой скорости и тихий выхлоп в остальном это просто пизда мы уже прокатились соли вдвоем значит я очень сильно думал переживал насчет как бы заднего места потому что версии жить и у нас здесь как бы спинка вот тут вот в моей эрке этой спинки нет охуенно могу сказать что вообще вот как как вот и на других мотоциклах с пассажиром если пассажир знает как себя вести знает как что там да можно делать что нельзя блять вообще никакого дискомфорта только кайф короче плюсы во всем и конечно привет привет надо надо к этой динамике привыкать надо потихонечку изучать спорт режим надо потихонечку как бы стараться да там у него учиться стартовать на этом мотике потому что как можно говорили он может это сделать и делает это очень быстро быстрее многих мотоциклов и друзья я конечно ничего не хочу говорить но я бы каким-то образом хотел попробовать его замерить я конечно на 276 там или сколько он едет не поеду ну даже если я увижу какие-нибудь низкие три секунды до 100 для меня это будет что-то с чем-то потому что я на своем джиксере например литровым блять не он не мог бы и представить сейчас аккуратненько аккуратненько не мог бы представить что я могу на смогу на мотике разрушены ускоряться за три секунды до 100 а самый знаете главное у нас возможно будет заезд часто такие саняты совсем ебанулась какой какой заезд короче как насчет заезда с электромотоциклом мне всегда было интересно существуют ли какие-то быстрые электромотоциклы и мне короче вчера пишет расул что он купил какой-то быстрый электромотик я даже не знаю что это конкретно за электромотоцикл но я считаю что он мы должны с ним встретиться во первых я считаю что на электромотоцикле это само по себе очень интересно мне прокатиться вообще даже не представляю какой это мощный электромотик как он может ехать поэтому я бы с радостью прокатился во вторых можно устроить а-ля типа зарубу ну попробовать по крайней мере я конечно еще на мультиках честно эти заезжался но тут как будто можно на моем новеньком попробовать вот и друзья разу кстати если что это я думаю что вы знаете кто это замечательный человек который собственно говоря владеет компании юнит и уже на протяжении нескольких лет я покупаю у него apple технику и рассул мне по секрету сказал что сейчас самое время закупаться потому что сейчас цены упали я так прямо на технику и можно купить технику с максимальной выгодой поэтому если ты хотел прикупить iphone джи дайсон playstation 5 android кстати телефон они же когда продают то самое время сейчас бежать в юнит и покупать с максимальной выгодой а еще не стоит забывать что юнит предлагает крутую программу а-ля трейдин ну то есть как вот есть с тачками да ты сдаешь свою старую машину у тебя и как бы выкупают быстро и ты ее меняешь там на нового также можно сделать с техникой причем допустим ты принес там какой-то iphone 11 захотел купить не знаю даже не iphone например 15 пылесос девушки пожалуйста можно за трейдинг то есть не обязательно типа iphone менять на iphone а потом стать все это дело еще и продается в их телеграм канале то есть такой некий аукцион происходит то есть вот то что они выкупают так скажем из был у техники короче юнит тема поэтому если что бегите прямо сейчас друзья и самое время закупиться а мы с расулом я думаю устроим заезд и обязательно встретимся чтобы все вот она жесткость а чё так чё так жестко то я понимаю что дорога такая своеобразная и ребят буквально только что расул мне прислал промокод который вы прямо сейчас видите на экране и также в описании его найдете короче вот этот промокод даст скидку в 1000 рублей на технику рьюз то есть рьюз это то что вот так скажем хотят сказать пробегом ну короче да техника с пробегом по сути так оно и есть было устройство которое ребята тоже продают своем телеграм-канале поэтому все все в описании друзья советую юнит и новая техника если что можно прикупить еще и как говорится так скажем бы у технику ночью тоже выгодно зачем много это пальцы можно сэкономить так ну что друзья давайте вам продемонстрирую хотя бы что у нас тут значит во первых красиво а я знаю что я сделаю я же тут конечно оператор позади меня не едет но я сам себе режиссер поэтому давайте-ка мы сейчас сделаем там красиво я думаю iphone чуть-чуть получше снимет это все звук у меня принципе есть во первых друзья вот так вот аккуратненько включаем зажигание вот так вот смотрите папа вот так вот все загорается смотри good evening булкин вот такая вот красота вот так вот она вот она и пересвет а вот так вот вот так у нас выглядят приборы ну приборная панель она естественно полностью цифровая соответственно из интересного что мы можем делать во первых да смотреть там запас хода температура это у нас соответственно контраст типа есть это самая дневная тема вот она выглядит так есть тема ночная есть как автоматический режим когда он там зависимости от по датчику света смотрят соответственно и меняет есть такая приборка есть вот такая но мне честно говоря вот это какая-то слишком она современная и мне кажется что более как того для этого мотоцикла мы хотели тоже прикольно но я вот короче гоняю с вот 2 вот это вот в принципе из основных ништяков это все то есть ну там понятно какое какую-то информацию можно смотреть но в целом как бы все ну здесь у нас соответственно отображается текущая передача то есть вот у нас сейчас нейтраль вот соответственно 1 а ну кстати анимация еще прикольная то есть вот видите типа вот так вот она анимирована в каждую сторону такометр температура как видите в питере жара ну короче я не знаю прям кайфово выглядит выглядит очень стилёво и мне в принципе вся необходимая информация даже больше куда мне там куда я даже температуру может знать не хочу что так жарко в целом это все дальше вот они подожди подожди riding mods вот мы заходим в меню это тоже можно делать все на ходу и здесь смотри что происходит у нас есть режим rider у нас есть режим rain road sport и все собственно говоря я пока езжу только в режиме road в принципе другие еще даже не тестировал но она как бы вроде и не надо потому что потому что еще обкатка ну и друзья кстати вот мы все так я на эмоциях даже не значение особого не придал и не рассказал вам в чем разница рестайлинга конкретно то есть у нас же версия 24 года то есть помимо здесь вот надписи шторм вот это его да и помимо вот этой красивой раскраска это именно краска матовая синий вверх черный низ матовой вот это вот линия вот это все помимо этого в чем отличие ну вот это вся вот история черный у нас идет да то есть не хромированные другие диски облегченные в отличие от версии даже 23 22 годов плюс ко всему у нас соответственно повышена мощность у нас здесь больше сил у прошлой версии 167 у этой 182 по моему такой разброс типа там 15 20 сил добавили вот и в целом все то есть но все равно это доработки как бы которые были вот произведены именно версии двадцать четвертого года который у меня блин и я друзья ни разу не жалею что это именно эрка все-таки gt тоже красиво выглядит шторм который вот мы смотрели еще мотосалоне москве но эрка мне мне вполне комфортно посадка моя я не хочу даже вот это вот чтобы не нога здесь это было без сидушки это выглядит агрессивнее короче вот прям кайф единственное что вот я забыл сказать когда мы вспоминали все мои мотики мы забыли упомянуть друзья crf 450 у меня еще был кроссовый мотоцикл на нем тоже были покатушки там и вели не вели на заднем не на заднем тоже катался такой тоже мотик был вот но это конечно идеальнейший то что у меня сейчас я никогда не мог бы даже мечтать о таком давайте друзья сейчас насладимся красивыми кадрами и от первого лица и со стороны посмотреть еще раз на мотоцикл и после этого друзья мы затронем одну важную тему который наверняка вы сейчас весь видос смотрите и сказать и говорить саня почему ты называешь мотоцикл самый самым быстрым и опять поворотник до случайно задел понятно почему ты знаешь мотоцикл самым быстрым если он нихуя не быстро если типа есть мощнее и короче давайте сейчас сейчас все расскажу сейчас все обсудим вот короче давайте и последний момент который я хотел бы друзья проговорить значит вот название у видос скорее всего что я купил самый мощный мотоцикл и кто-то кто разбирается скажет сань но это даже не хаябуса это даже не тем более h2r который есть ну всем известен турбовый мотоцикл который выпустил компания кавасаки там 310 лошадиных сил но факт остается фактом такого момента даже в кавасаки h2r нет это действительно единственный серийно выпускаемый мотоцикл с таким большим объемом двигателя два с половиной лет больше ни у кого серийным так нет да там есть и под эти как они там называются чопперы кастомные которые там по 8 литров есть но это кастом все вот такой вот европейский мотоцикл он один и с таким крутящим моментом 225 ньютон метров ну и мощность извините меня 182 лошадиные силы для мотоцикла это очень много он не едет быстрее 100 200 он не едет 350 400 километров в час но в этом и была суть я не хочу с такой скоростью ездить я хочу получать эмоции от мотоцикла от мощного от объемистого при этом он охренительно выглядит и именно поэтому мой выбор пал на него и он все равно является рекордсменом в своем классе вот в своем виде вот именно по крутящему моменту почему я не взял хайбусу которую хотел потому что я хочу жить потому что я хочу жить хайбусу это действительно мечта моя была всю жизнь наверное особенно когда я там ездил на кавасаки я хотел хайбусу но нет да хайбуса кстати еще было бы дешевле наверное чем этот мотоцикл этот мотоцикл меня покорил и внешностью что это вот понимаете я не нашел сравнения это в неком плане действительно там хелкет гелик 63 или 55 то есть это мускул байк который очень круто выглядит и при этом круто едет и последний момент который я также затрону мне также всегда нравился дукатти диавель тоже очень красивый мотоцикл но знаете он стал блять наверное вот так сравнить то есть в таком понятно что это типа необычный дорогой мотоцикл но среди автомобилей таких же там быстрых необычных можно сравнить м5 в 90 то есть ну типа кто хочет там быструю машину он покупает м5 в 90 также мотоциклы кто хотел там какой-то быстро необычный мотоцикл он попал дукатти диавель я вы знаете не люблю вообще следовать тенденциям модом всяким вот это то что вот всем нравится мне обычно не нравится и поэтому мне это немножко расстроило я такое хочу что-то свое необычное и понял что когда вдруг вообще когда увидел этот мотоцикл а просто влюбился даже по картинке я считаю что намного красивее чем дукатти и намного интереснее 2,5 литра извините меня в дукате не устанавливается поэтому из чего я выбирал особо не из чего я просто для себя в начале сезона принял решение что я хочу его хотел с пробегом не нашел но получилось даже лучше видите теперь у меня новый рестайлинговый еще и лимитированный версии шторм еще и р как как я хотел все карты сложились друзья спасибо всем заранее за поздравление мне пока не верится для меня это реально как будто машина купленная типа за 30 миллионов рублей ну то есть я это сопоставляют в голове как-то так как я решился на этот шаг и до сих пор не понимаю ну в общем друзья я под большим впечатлением буду изучать кататься привыкать подписывайтесь на telegram буду делиться там какие-то прямыми какими-то включениями фотографии видео все всегда там все огромное всем спасибо друзья увидимся пока